И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушься, мы продолжаем играть в такую великую игру как City Skyline. Как можно помнить, в прошлой серии мы остановились на постройке столь замечательного острова с нашими зэками, которые производят нашу столь уважаемую и прибыльную нефть. Также мы выяснили то, что этот наш остров загрязняет окружающую среду, но думаю, ничего страшного с этим не послучится. И я поставил за кадром все-таки мод, который делает нефть бесконечной. Я думаю, что сейчас поможет нам решить проблему с нашей нефтью. Вот, я хочу посмотреть на природные ресурсы. Ага, то есть вот этот вот уголок с нашими участками нужно все-таки переделывать. Ну, неплохо. Если тут вот у нас нефти больше нет, мне кажется, надо будет переделывать полностью наш здешний участок, но я думаю, сейчас этим займусь и ничего страшного с этого не произведу. Я думаю, то, что вот этот вот район надо будет сейчас переделывать немножечко в другой мотив и в другой манере. Потому что я все-таки вот здесь вот было бы шикарно разместить очень много таких вот станций. Ну что ж, давайте переделывать. Не хотелось бы, но куда деваться. Так, замечательно. Пока у нас продолжается строительство, в принципе, для нефти выделил именно вот такого вот здесь вот уголочек. Вот здесь у нас будут располагаться наши нефтьюдуевающие станции, а вот здесь вот уже недалеко от них всех будет располагаться наше обычное здание с жилыми домами. Я сомневаюсь, что здесь их прям будет много. Я, скорее всего, прямо вот дезелы здесь размещу, чисто для вида. Ну, примерно вот так вот у нас теперь все это выглядит. Вот здесь у нас был небольшой пожар, но он в скором времени у нас прекратит наше существование. Вот эти вот все дома, которые здесь должны стоять, я все-таки заполняю. Вот здесь вот я пустил такую небольшую пешеходную дорожку для того, чтобы локализовать все вот эти вот нефтедобывающие станции. И уже непосредственно нефтедобычу здесь размещаю. И вот буквально пока что пару штучек я вот здесь вот поставил именно нефтедобывающих скважин. Я не знаю, как они себя поведут и что из этого выйдет. И вот здесь вот я, пожалуй, 2-3 штучки размещу вот таких вот нефтебуровых, а вот здесь вот обычных таких вот, так понимаю, да? Нефтяных насосов и нефтебуровые установки. Без понятия, чем на самом деле они отличаются, но тем не менее. И вот я думаю, что территория, которая находится вот здесь вот, должна ограживаться от наших всех районов вот такими маленькими магазинчиками. Специально для того, чтобы нашему району не приходилось беспокоиться о всякой вот такой вот теме с загрязнением и прочим. И теперь у нас весь вот этот район выглядит примерно вот так вот. Теперь осталось разобраться так, чтобы он приносил нам прибыль и не только расходы. Все будет у нас замечательно. Я еще тут решил добавить парочку таких вот зданий, которые будут у нас добывать нефть. Я понимаю то, что большое нефтерождение находится именно вот на этой части, но дорогу я переносить не буду. И пусть будет это лучше вот таким вот образом. Потом я еще добавлю здесь парочку еще деревьев вот так вот вдоль, чтобы вообще не было никаких проблем. Кстати, о властях. Мы можем еще новые области покупать. Но ой, как мне не хочется этим всем заниматься сейчас. В принципе, нам нужно сейчас отстраивать районы новые и районы индустриальные. Давайте вот эту вот площадь купим. Я что-то купил площадь и не подумал об этом. Тут какие-то дорожные развязки для поездов. Их сносить мне очень не хочется. Я все-таки принял решение переделать вот эту вот небольшую развязочку, которая здесь была. Я ее сделал чуть попроще. И для того, чтобы точно ее завершить, вот так вот нужно сделать. Я надеюсь, поездам этого хватит. Расстояние для того, чтобы развернуться и сделать все необходимые им дела. И уже от этого мы будем отталкиваться. Только на самом деле она вообще здесь не к месту, эта железная дорога. Хотя... Хотя, ребят. Вот здесь вот можно сделать ЖД вокзал. И вот здесь вот уже продолжить наш город делать. Здесь вот застроивать все жилыми местами. С ЖД вокзалом будет даже очень замечательно. Хм. Ладно, эта дорога не так здесь бесполезна, как оказалось бы. Но тем не менее. Я хочу вообще здесь размещать, начать деловой центр. То есть вот наподобие того, как стоит вот здесь вот у нас. И получается у нас как-то вот такая вот линия железной дороги. Просто она находится у нас сейчас под землей вот такая вот линия небольшая и простая. И у нас получается вот здесь просто чистый участок. И примерно вот такой вот у нас будет район. Я думаю, здесь вот не изобретать никакого велосипеда. Даже с учетом на то, что здесь у нас не очень большой поток на машин. Я думаю, вот такой вот двойной дороги. Точнее, сколько тут? Шестиполосной дороги вот здесь вот будет очень за глаза. Ну а дальше я буду делать такие вот небольшие маленькие тупичковые дороженьки, где будут жить наши уже целенаправленно всякие. И пока я думаю, вот этого вот района нам хватит за глаза и застраиваем его целиком. Ладно, не целиком, но большую часть застраиваем просто деловыми сейчас зонами. А ну вот насчет электричества, тут вопрос будет толсто стоять, потому что я вообще без понятия, как именно его нужно сюда протаскивать. Я просто здесь поставлю какую-нибудь собственную электростанцию геотермальную. Я думаю, пока ее хватит. Ладно, проблему с деловыми зонами мы решили, и теперь нужно решать вопрос, возникший с обычными жилыми зонами. Я не понимаю, почему здесь отсюда не вывозят мусор. Свалка находится прямо вот здесь, почему отсюда мусор не вывозят? Может, количества мусоровозов не хватает? Мусоровозов 6 из 15, я не понимаю, почему так работает, очень криво все. Ладно, пускает, видимо, это их проблемы личные, личного характера, видимо, так задумано. Ну а насчет жилых зон, можно застраивать вот этот вот район вдоль речки. Только прежде чем его застраивать, нужно все-таки завершить вот эту набережную, которая здесь когда-то начиналась. И примерно вот так вот, как у нас завершается весь этот район, и мы здесь вот исполняем его, конечно же, не деловыми, а обычными такими домиками. И, пожалуй, знаете, о чем я подумал? Вот этот вот весь район можно успешно удалять. Тем более, что у нас есть места под это все заделанное, и здесь их просто размещать, вот эти вот коммерческие здания, просто нецелесообразно. Их можно разместить, тем более, в других очень даже на это приспособленных местах. И даже, знаете, я начинаю подумывать о том, что начать перестраивать весь этот район, который находится вот по эту сторону от нашей дороги. Изменить здесь я хочу именно расстановку наших зданий. Начать нужно вот с этого района, и размещать их, начать, как я вот здесь вот размещал, потому что здесь вот, как можно видеть, пробок совершенно нет, что меня не может, конечно же, не радовать. Ну что, давайте начнем, раз у нас временно это есть. Ну и после небольшого инцидента мы продолжаем. Случился и какой-то казус, и в связи с чем у меня просто слетела запись. И слетело всего 15 минут записи, но я думаю, ничего такого серьезного не произошло. Но я все это время занимаюсь и продолжаю заниматься вот этим всем районом, и продолжаю разбираться с пробками большим показателем смертности в этом районе. То есть со смертностью, конечно же, я сделать ничего не могу, но с человеками, которые умирают, я все-таки хочу что-то сделать. Как бы мне не было печально все это признавать, я думаю, что все вот это вот расположение домов, именно вот этих вот, и вот этих вот, было изначально ошибочным. И я думаю, что все это придется сейчас перестраивать у меня очень даже глобально, к сожалению. Ну что ж, сносим. Все, по идее, я все полностью сейчас снес. И теперь у нас здесь вот чистое поле. Замечательно. Только вот этот вот у нас городишко никак не с чем насоединен, но с этим решаемо, не поверите. И теперь мы должны решить одну из наших самых важных проблем, именно непосредственно со размещением. И теперь у нас, я думаю, будет развязочка именно вот таким вот образом идти, и никак иначе. Что мы имеем здесь? Мы имеем одну здесь вот такую тупиковую дорогу. Но! Многие меня спросят, тут же есть раз перекресток, и тут есть два перекрестка, и тут еще будут перекрестки. Они не будут очень сильно влиять. И вот здесь мы можем наблюдать такой же тупиковый Т-образный перекресток, как и было раньше, и в принципе ничего не должно поменяться. Но очень сильно поменяется, потому что на выходе мы имеем одностороннюю, ребят, одностороннюю, однонаправленную дорогу. А значит, на этой дороге не будет таких вот глобальных пробок. И теперь я занимаюсь размещением будущих здесь наших районов. Да, тут с ланшантом, конечно, не все гладко, но сейчас, наверное, придется мне сначала над ним поработать, а уже после делать все оставшееся. И в итоге у нас получается нечто такое. Я специально и целенаправленно сделал здесь вот чисто ровную поляну, и она именно прямая, для удобства нашего. Здесь, наверное, линию метро, которую вот здесь вот явно она идет, придется мне как-то переделывать и передумывать. Но пока именно вот такое вот будет у нас примерное обозначение, где она будет у нас идти. И пришлось снести вот здесь вот полностью наш райончик, вот этот вот маленький, который здесь был, для того, чтобы тоже здесь выровняться ландшафт, для того, чтобы это все более эстетично тоже у нас выглядело. Вот здесь у нас идет вот такая вот обычная шестиполосная дорога. И вот вдоль этой шестиполосной дороги идут у нас пешеходные переходы, чтобы я знал, где именно нужно будет строить в дальнейшем дома. И теперь я буду строить непосредственно у нас наши спальные райончики для наших жителей, для того, чтобы им было где селиться. И в итоге мы имеем нечто подобное. То есть у нас здесь есть две таких вот основных дороги, то есть перехресты, я думаю, на достаточно находится расстоянии и не будет у них особых проблем с этим. И также я делаю вот таким вот образом, наверное. Примерно вот такой вот рисунок у нас в итоге получается. Это сугубо сделано для того, чтобы не было здесь пробок. Вода у нас уже здесь проведена. Сейчас я опускаю временно на самонек. И скорее всего я уже начну здесь размещение наших коммерческих зон, потому что в них уже есть необходимость. И в связи с тем, что вот это вот, я сносил вот этот весь район, а сносил на паузе, скорее всего, и жильем сейчас будут большие проблемы. Да вот сейчас совсем у нас будут на самом деле проблемы. Машины, кстати, уже поехали. Я не знаю, зачем они поехали. Выпускай. Здесь я буду размещать именно сугубо высокую плотность застройки. Так, раз я зону разместил, а вот здесь вот все будет пока что жилое. И пока, я думаю, этого пространства нам хватит для того, чтобы они сообразили, что им нужно, для того, чтобы они уже начали что-то делать и прочее. Так, и теперь я строю здесь большую, наверное, больницу, одну. Большой полицейский участок. Я думаю, пожарную службу, а тоже большую пожарную службу, одну штуку я построю. Все, и теперь нам осталось лишь протянуть сюда электричество каким-то чудным образом, вообще без понятия, как это сделать. И ждем, когда все станет наконец-таки у нас наилучшим образом. А еще, наверное, сразу я построю здесь раз-два крематория на весь район, думаю, за глаза хватит. Я думаю, одного кладбища тоже будет очень даже за глаза хватать на все. Про все. Ну и, скорее всего, вот здесь тоже будет одно кладбище у нас. За место вот этих двух. Вот такими вот маленькими шажками я пока иду и пытаюсь продлить линию электричества, которая у нас есть, и идет от нашей дамы, кстати. И вот сейчас нельзя сказать, что вот этот горд выглядит как-то квадратно. Особенно по факту того, что здесь вообще отсутствуют пробки какие-либо. Ага. Какие-либо пробки отсутствуют, а вот это что такое? Думаю, если я здесь вот улучшу дорогу, то все будет замечательно. Почему вы так как идиоты перестраиваетесь? Вы здесь не должны так делать. Пожалуйста, будьте любезны, ведите себя чуть более адекватнее. Хорошо, ребят? Продолжаю здесь вот застройку небольшими такими шажками. Посмотрите, я парочку тут развязок добавил, и все у нас получается. Замечательно. Вот интересно, тут светофор стоит, да? Тут светофор стоит. Посмотрите, как у нас все замечательно, как они все разъезжаются, и как у них все оригинально. Я просто туда добавил вот раз развязочку, и вот два развязочку. И теперь они стоят совершенно в другом месте. Уже на выезде они стоят. Я, блядь, вообще не знаю, что с такими вот местами делать, и как вообще с ними бороться. Типа, они просто стоят на выезде из-за того, что какие-то придурки просто хотят через это перестраиваться. Ну, блин, и что с этим делать? Ладно, мы не бомбим. Все хорошо. Мы строим тут отдельный район. Ну, в общем, что за час я понял. Строительство стов это вовсе не мое. Это вот совсем от слова, вот прям максимально совсем не мое. Потому что я наградил в меру своей фантазии и испорченности только вот такую вот херь. Я не знаю, к чему это придет. Я не знаю, что это такое. Вот даже можете меня не спрашивать. Я не найду ответ на ваш вопрос, что это такое и зачем это нужно. Но мы имеем в итоге вот что-то подобное. Я надеюсь, очень сильно надеюсь я на то, что эта развязка поможет все-таки нам как-то справляться с тем гигантским потоком машин, которые сюда едут. Но пока он успешно справляется. До первой пробки. Ладно. Самое примечательное то, что все это время игра была на паузе. Это можно наблюдать очень хорошо по количеству наших денег, которые находятся внизу. И практически ничего нигде не развивалось. И практически все стагнировало. Поэтому я даже не знаю, что делать сейчас в данный момент. Вообще, типа, эта серия должна была выйти просто как... Как несерьезная такая серия. Как на расслабоне я достигаю мегалополиса. Но в итоге я просто решил снести все нахер и пойти по тупому пути. Очень сложному тупому пути. Я вообще не ищу легких путей, как я понял. Ха. Посмотрите, снова, сука, пробка. Ну что ж ты будешь делать-то? Из-за чего ты пробка здесь образуешься? Из-за этого узкого перешейка? Господи. Ну ты серьезно. Вот сейчас ты серьезно. Из-за такого тупого узкого перешейка ты будешь здесь образовываться пробка. Хорошо. Где у нас еще пробка образуется? Вот здесь. Из-за того, что здесь люди ходят и машины выезжают. Давайте пешеходные переходы тогда здесь делаем. Все равно там делать особо нечего. Потому что там все равно все строится сейчас. Оп, машины поехали. Я тут построил небольшой такой перемосток. Вот на первом пешеходном. И можно наблюдать, что машины у нас успешно поехали. Ага. Из-за чего у нас все вот это вот стоит? Из-за того, что люди опять здесь ходят. Хорошо. Давайте еще построим здесь пешеходные переходники. И пробка все равно здесь есть. Откуда ты берешься? Вот почему вы стоите здесь? Опять здесь стоят, посмотрите. Вот что вы здесь стали? Вот из-за этой машины, из-за полицейской машины. Вот что ты здесь стоишь? Тут нет же светофора. Тут нет светофора. Почему ты стоишь? Вот смотрите. Она просто стоит. Давайте посмотрим, сколько она будет стоять. И только сейчас она удосужилась поехать. Ага, ладно. Видимо, все это из-за того, что вот этот весь район у нас стоит. Хорошо. Давайте что-нибудь с этим районом придумаем. Из-за чего он весь стоит? Нет, вот серьезно. Я вот хоть убей, не понимаю, почему они себя так нелогично ведут на дорогах. Сколько? Четыреста пятьдесят человек на остановке. Вы что, ахуи? Что-то у вас немноговато ли, ребят? Давайте увеличим модификатор. Да, не знаю, до двадцати автобусов, потому что это что-то какой-то бред, мне кажется. Четыреста человек на остановке, это же вообще звездец. Я, кстати, убрал автобусные маршруты между нашими районами. Как мне кажется, только продуктивно повлияет. А также, знаете, что я еще хочу сделать, как способ решения этой проблемы? А ничего, потому что, посмотрите, у нас вроде как эта проблема решилась. То есть, по большей части, они сейчас не из-за этого момента стопятся, а из-за какого они момента стопятся? Вот здесь вот они стопятся. Блин, что-то с перекрестками, я не знаю, что с этим сделать. Ладно, пускай остается таким. Но все-таки вот эта пробка, это же звездец. Ладно. Да, с пробками какая-то беда у меня творится. Мне все хочется установить этот трафик-менеджер. Я все говорю об этом и никак его что-то не установлю, но что ж поделать. Надо его установить, чтобы более детально и более гладко руководствовать с этими пробками. Ну и я все отстягиваю с этим моментом, потому что у меня все складывается ощущение, что если я его установлю, то это только негативно повлияет. Вообще, мне кажется, сломается вся нахрен эта механика, которая здесь у меня настраивается. И еще момент, то что я боюсь, что вся игра будет безбожно лагать. Потому что я помню, что в последний раз, когда я устанавливал этот мод трафик-менеджер, это было что-то с чем-то, и игра безбожно лагала просто до невозможности. И это все из-за того, что я детально настраивал все объекты. Однозначно, к следующей серии я подготовлю этот мод, и он будет уже здесь установлен, и будет более точное руководство эксплуатации этих всех транспортных дорог, потому что это больше невозможно терпеть, и это просто беда с пробками. Как там наше метро поживает? Ну, в принципе, в принципе, я думаю, даже можно увеличить количество транспорта, которое у нас находится на метро, чтобы вмещалось количество пассажиров больше, чем сейчас. По-хорошему, по идее, можно даже здесь разместить линию метро. В количестве одной штуки, я думаю, вот здесь даже будет по пути. Все, по идее, метро я завершил, и теперь у нас есть две линии метро. К сожалению, я при этом случайно каким-то образом удалил автобус, но ничего страшного, сейчас я их размещу еще раз, там же примерно, где они были. Возможно, немножко не так же, как и было, но автобусный маршрут я тоже разместил. Замечательно, сейчас нужно будет помониторить, как этот момент себя окупает, не окупает. Но линии метро уже начали пользоваться, и причем активно очень даже. Причем вон уже, можно посмотреть, два поезда уже полностью набитых. Да где у нас? Ага, это метро, которое вот здесь у нас, но ничего страшного. Сейчас еще поезда поедут, и они будут разбитыми. Так, я вижу, мусорная проблема имеется, но что с этим я могу сделать? Да ничего я с этим на самом деле делать не смогу у меня, потому что нет вообще никаких ресурсов для этого. Я не хочу ничего ставить здесь по мусору, потому что это все сильно очень загрязняет. Если только, если только сделать вот такую вот небольшую осветление, и поставить здесь вот такие вот мусоросжигающие заводы. Три штучки и одну свалочку. Для того, чтобы они могли забирать мусор у всего этого района. Так, и теперь главная наша проблема сейчас, это магазины, которых сейчас у нас, к сожалению, нема. Но это легко решается, сейчас я, кстати, их построю. И примерно я простоил вот такой вот небольшой участок, и теперь заполняю его вот такими вот коммерческими зонами. Правда, я не продумал в тот момент, как буду сюда тянуть и электричество, и воду, но это типичный я. По электричеству, я думаю, дотянется отсюда, ну а сюда как-нибудь она еще каким-нибудь образом дотянется. И, кстати, по здравоохранению у нас что? Ну, вроде тоже все нормально, просто некоторые места, она очень сильно, эта проблема влияет. Но тем и временем у нас примерно вот такой вот райончик получается замечательно. Сейчас у нас еще отстроится вот этот вот райончик, и будет у нас все просто чики-пуки. Пока есть возможность, я начну строить вот этот вот участок, для того, чтобы заселять уже его. Ну и примерно как-то так у нас вот этот район будет располагаться. В последствии я размещу здесь еще что-нибудь, что плодотворно на все это повлияет. И теперь размещаю здесь непосредственно все вот эти вот наши райончики. Размещать я буду вот здесь вот специально, для того, чтобы было здесь электричество уже размещено. Для начала я хочу заполнить полностью вот этот вот перешейк. Также тут будут размещены, возможно, в магазинчике еще. Но это уже после я буду делать такие небольшие вкрапления магазинчиков, специально для того, чтобы размещать их только в тех местах, где это необходимо. Ну и еще парочка крематориев для пущей уверенности. Посмотрите, вот эта вот гигантская пробка, вот здесь вот гигантский гигантская пробка из-за каких-то двух машин, которые просто решили перестраиваться, и они стоят. Я не понимаю, как это работает, и я без понятия, что с этим делать и как с этим бороться в принципе. У меня вообще даже идеи нет на этот счет. И нам остается в данный момент только ждать, когда наш город придет в стабильное равновесие, чтобы уже увидеть результат того, что я понастроил. А сейчас я предлагаю посмотреть, что у нас там по маршрутам, по автобусам замечательно. У нас едет туда, и оттуда, ну буквально все автобусы забиты. Есть, правда, до хрена людей на некоторых остановках, и я с этим вообще ничего поделать не могу. Так, а теперь с линией метро по 300 пассажиров. Все потому, что они не успевают забирать вот с этой линии метро. Давайте тогда до 4 увеличим. Все, я до 4 получается метр поездов увеличил количество, и должно теперь, думаю, благоприятно на все повлиять у нас. Я все же надеюсь достигнуть заветной цифры 65 тысяч, тем более, что мы к ней так очень сильно приблизились. Тут посмотрите, на этих индиотов и на этих кретинов. Тут была дорога из двух полос, я увеличил ее до 3, только потому, что здесь 3 полосы движения, и они смогли бы каждый на свою полосу пристраиваться. Но нет же, они перестраиваются, сука, здесь, создают помехи всем транспортом, весь транспорт стоит, и это просто... А, кстати, посмотрите, тут пробок нету. Удивление, вот здесь вот на въезде пробок нету, меня радует, радует, без сомнения, радует. Здесь есть пробки из-за таких вот инбецилов, как, например, вот этот вот синий минивенчик, кто ты такой, синий хэтчбэк, куда ты едешь? Место жительства так, магазин все для дома, то есть ты едешь в другой город только для того, чтобы съездить в магазин, охеренно. Вот тут вот, например, нужно увеличивать просто скорость движения, потому что, я так понимаю, они просто банально не успевают по скорости движения выезжать на эту трассу, и поэтому они так стопорятся. Ну, еще потому, что они каждый не на свою полосу лезут, супер. Вот что ты делаешь, щел? Вот они сразу из этой полосы перестраиваются сразу в третью, вот нахера вы так делаете? Я вам здесь поставил двухполосную дорогу не для этого. Почему никто не вывозит отсюда трупы? Тут есть куча крематориев, сколько? Раз, два, три, четыре, четыре крематориев. Ну, ладно, еще, ладно, давайте, постоим. Еще два, так уж и быть. Но не должно быть такое количество крематориев. Почему-то, кстати, посмотрите, вот на это вот, тут дорога пропала участок. Это мне так игра, наверное, намекает, что, судя по всему, нужно потихоньку завершать эту серию. Ну, я бы не сказал, что эта серия не была особо продуктивной, хотя по количеству населения мы остались, например, на том же уровне, что и были. Да, на самом деле, куча еще дел, которые предстоит нам сделать, как минимум, чтобы достигнуть просто Мегалополиса. И я думаю, что рано или поздно весь вот этот вот район, весь, ну, точнее, все эти районы, как-то с каким-нибудь образом чудом соединятся в единый район и будут гигантским, уютным городом, где все хотели бы жить и все хотели бы обитать. И ни у кого бы не было проблем. Ну, а в следующей серии, я думаю, займусь тем, что город полностью добьют до того момента, когда мне игра скажет, все, ты максимально построил город, 65 тысяч населения. До этого мне осталось буквально ничего. Ну, а на этом я потихонечку заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Я не прощаюсь, ведь дальше только интересней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok